Здравствуйте, у нас в эфире Владимир Алексеевич Самодуров, старший научный сотрудник Пущинской радиоастрономической обсерватории и кандидат в физико-математических наук. Владимир, расскажите, пожалуйста, о Вашей текущей научной деятельности. Чем интересно Вы занимаетесь у себя в обсерватории? В данный момент я больше всего увлекаюсь тем, что обрабатывают данные, которые приходят на большую синфазную антенну. У нас она работает, вот 96 лучей сейчас, и вот смахивает всю информацию с неба в полосе примерно 50 градусов. Мы ее смахиваем, 90 гигабайт в сутки и пытаемся обработать. Пока не очень получается, потому что приходится соорудить довольно большое количество баз данных, обрабатывающих программы и так далее. Это очень большая работа, именно поэтому, в частности, хотелось обратиться в очередной раз к любителям астрономии. У нас, с нами уже сотрудничают как минимум два человека, пишут программы, обрабатывают данные. И мы считаем, что на основе этого, к примеру, вытащится довольно большое количество новых пульсаров. Может быть, даже, ну, и всякие мечты ходят. Даже и гравитационные всплески будем пытаться искать, вот о которых рассказывал Константин Александрович. То есть где-то даже, может быть, мы взаимозавязанными будем. То есть любители астрономии могут помочь профессиональным ученым что-то открыть, да? Да. Помочь могут вот в текущий момент двумя путями. У нас не хватает программистов. У нас, к сожалению, есть такой момент в науке. Очень много уже сотрудников пожилых, программированием мало кто владеет. Ну, как говорится, ты да я, да мы с тобой. И меня лично не хватает на многие вещи. А с такими большими данными, когда идет речь уже о гигабайтах в день, это нужно уметь их обрабатывать, это нужно применять всякие методики параллельного программирования. Нам придется сочинять программы с распределенным вычислением. Мы будем запускать Боинг-клиент, так называемые. Вот что сети Хоум, поиск неземных цивилизаций, у нас что-то подобное будет, ну, радионебо мы условно пока его называем. Мы это обещаем любителям астрономии уже года два как. И мы никак это не сделаем, потому что огромное просто количество пододательной работы. То есть любители астрономии могут помочь программированием раз, и самое главное, когда мы этот проект запустим, может просто ставить у себя эту программку, рассчитывать данные и получать новую научную информацию. Ну и существует некая промежуточная работа. Вот, к примеру, мы только что выделили импульсы за полтора года с неба, там и пульсары, там все что угодно, и мы их просто вручную через веб-интерфейс разбирали. Это десятки тысяч импульсов, довольно большая объемная ручная работа. То есть работы много. И, в принципе, если хотите себя применить в астрономии, не только это можно сделать, наблюдая красоты неба, но и разбирая просто тысячи картинок и классифицируя. Есть такие проекты, и вот, в частности, у нас один из таких. Спасибо. Я знаю, что Владимир является не только ученым, но и увлеченным любителем астрономии и популяризатором науки. Владимир, расскажите, каким образом вы популяризируете науку, что вам это дает? Ну, мне это дает ровно то же самое, что и любителем астрономии. Удовольствие. Это во-первых. Потому что, вообще-то, я генеалогически произошел тоже любителем астрономии. Я увлекаюсь астрономией с 7 лет. И, в общем-то, в этом возрасте все любители астрономии, профессионалов еще нет. Вот эта любительская косточка глубоко внутри, так и осталась внутри меня, закрыта, зарыта. И вот, как по Акуджаве, виноградная косточка дает лазу. И вот, я считаю, что любой профессионал астрономии, ну, любитель тем более, должен нести красоту астрономии в широкие массы. Потому что ничего красивее нашей науки просто-напросто нет. И ты не являешься, вот я скажу очень категорично, ты не являешься настоящим профессионалом, если ты хотя бы хоть одного человека в этом мире не увлекущего астрономии. Вот моя личная, по-моему, такая жесткая позиция. Да, я согласна. Спасибо, Владимир. Ждем вас снова на астрофессию. Спасибо. С нашими интересными лекциями. Спасибо вам.